Привет всем, кто молод, амбициозен, весел, умен, да и просто хорош собой! Да, студенты, это мы о вас! Вот такие мы скромные! Это программа «Альма Матер» и я, Елена Хроменкова и Михаил Коробецкий. Мы начинаем! Арт-вокации. Республиканский фестиваль творчества проходит в вузах. Лекция длиной в полжизни. 80-й день рождения встретил преподаватель Белорусско-Российского университета. Девушки-милиционеры. Могилевский высший колледж МВД завершает прием абитуриентов. Что, где, когда отвечают знатоки фестиваля «Мартовский лет». Как рассказать обо всем, что происходит в жизни студентов? На это не хватит и сотни передач. Тогда давай расскажем о самом интересном и нужном. Так все же интересно и все нужно. Вот смотри. В Белорусско-Российском университете сейчас идет фестиваль творчества «Суденческая весна». Дальше в госуниверситете имени Кулешова студенты устроили флешмоб прямо перед входом в корпус. Танцевали танец дружбы народов. Там же в Кулешово отличникам подарили по планшету. А сколько мероприятий было в вузах на 1 апреля. Ну просто не счастье. Ну все, все, хватит. Тебе, как и любой женщине, только дай выбор. Смотри и учись. В нашем дайджесте только отборные новости. Могилевский высший колледж МВД проводит Дни открытых дверей. Они продлятся до 15 апреля. Уже в сентябре это учебное заведение станет Могилевским государственным институтом внутренних дел. Кроме того, обучаться в нем смогут не только юноши, но и девушки. План приема на текущий год 150 человек. Еще одно новшество – возможность регистрации через интернет. Для этого нужно заполнить специальную форму на сайте учебного заведения. Подведены итоги третьего открытого международного фестиваля боевых искусств, который приходил в Могилевском государственном университете имени Аркадия Кулешова. Участники мерялись силами в таких видах боевых искусств, как рукопашный бой, бой на ножах, демонстрировали боевые техники в показательных выступлениях. Первое место заняли хозяева турнира – команда МГУ имени Аркадия Кулешова. Республиканский фестиваль художественного творчества учащейся и студенческой молодежи арт-вокации проходит в Беларуси в рамках арт-вокации конкурсы цифрового литературного художественного творчества и музыкальный смотр-конкурс творческих коллективов и индивидуальных исполнителей. Концертные тематические программы уже прошли в Могилеве на базе Белорусско-Российского университета, Могилевского государственного университета имени Аркадия Кулешова и в Горках на базе Белорусской государственной сельхозакадемии. Планируется, что итоги конкурса будут подведены уже в мае. Альмаматор всегда в курсе студенческой жизни и знает, что происходит, где и когда. Все-то ты знаешь, да не все. Вот тебе тест на сообразительность, только ты отвечай быстро. Представь, на соревнованиях ты обогнал бегуна, который шел вторым. Какую позицию ты сейчас занял? Конечно, первую. Неправильно. Ты обогнал бегуна и занял его место. Так что ты на вторую позицию. Ну хорошо, дам тебе еще один шанс исправиться. Представь, что ты обогнал последнего бегуна. На какой позиции ты сейчас находишься? Предпоследний. Вы самое слабое звено, Михаил. Прощайте. Миша, вот ты подумай, как можно обогнать того, кто идет последний. Если ты бежишь за ним, то значит, он не последний. Ну и головоломочки у тебя. Знаешь, тебе самое место на интеллектуальных играх. Альма-Матер уже и там побывал. Что, где, когда. Мартовский лев в Могилеве каждый год. На этот раз фестиваль интеллектуальных игр собрал еще больше участников. Состязаться в смекалке приехали команды из разных регионов Беларуси. Из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска и Брянска. Так как турнир у нас очень именитый и уровень команд высокий, то просто знаний или быстрой генерации версии недостаточно. Необходима еще и хорошая командная игра. Знатокам было над чем поломать головы. Десятки каверзных вопросов. Два дня и четыре вида состязаний. В том числе известное, что, где, когда и своя игра. Вопросов ждем в первую очередь интересных. Надеемся, что они не будут ориентированы на то, чтобы мы просто проказали свои какие-то знания, а чтобы мы могли продемонстрировать свою сообразительность, какие-то наши логические навыки. С каждым годом вопросы становятся все сложнее, это чувствуется. Но это связано еще и с тем, что и уровень участников с каждым годом растет. Чтобы стать лучшим эрудицией, надо обладать нешуточной. Попробуйте-ка сами ответить на следующий вопрос. Однажды футболисты решили похвастаться перед миссионерами своими богатствами. И отвели того в пещеру, предварительно завязав глазами. А вот разрязанные они впоследствии помогли вывести все сокровища. Назовите их. Найти ответ надо за считанные секунды. И потому без интеллекта никуда. Впрочем, как и без юмора. Менчане шутят. В команду принимают только блондинов. К сожалению, блондинов сейчас очень мало и они на вес золота. Поэтому у нас только два представителя блондинов в команде. И мы тщательно подходим к подбору участников. И если вдруг они нам подходят под другим параметром, мы можем их перекрасить. В итоге самой умной и сообразительной среди полусотни команд, абсолютным победителем фестиваля и обладателем кубка, стала могилевская команда «Форум». Вот так-то, Миша, чтобы много знать, нужно читать. Я и так каждый день читаю. Мое утро начинается с прочтения новостных сайтов. Тоже мне эрудит. А когда ты в последний раз брал в руки настоящую книгу? Тоже каждый день. Я как-никак студент. У меня в шкафу целые полки, забитые книгами. А кроме учебников и университета, ты открывал настоящую книгу? Конечно, открывал. Конечно, читал. Читал в твоих глазах, что ты очень умная, образованная девушка. Ой, подхалим. Ну ладно, другие студенты от ответа не уйдут. Не секрет, что студенты – самые читающие люди на Земле. Только вот пролистывают они все чаще странички в интернете. Но что же настоящая литература? Какие книги читают студенты и читают ли они вообще? Сейчас мы и узнаем. Учебники – не в счет. Что читать, кроме учебников? Фэнтези. Романы. Какую книгу все не прочли? Сейчас скажу. Стендарь – красная и черная называется. Ну, в данный момент читали база данных. Наполеон Хилл – «Как стать успешным человеком». Где-то год назад все весь Гарри Поттер прочел. Мастер Маргарита в школе. Да, Юлию Шилову. Какая книга? Как это там? Сейчас вспомню. Ночь в Турции. Я не читаю. У меня нет времени, я тружусь. Стивен Кови – «Семь навыков высокоэффективных людей». Как это его? «Богатый папа, бедный папа». Экшены Достоевского. Затруляют, да? Бориса Акунина «Приключения Раста Фондорина». Я читаю сейчас на данный момент «Унесенный ветром». Смотри-ка. Не подвели студенты. Начитанные. А ты знал, что не только чтение, но и разгадывание кроссвордов омолаживает мозг человека на 10 лет? Я знаю способ попроще. Ученые доказали – память укрепляет обычный репчатый лук. Вот ты вот так вот перед экзаменом наешься, и преподаватель в обморок упадет. Ну не скажи. Наши учителя – крепкие орешки. Никакие уловки их не сломают. В отберу есть доцент, ему 80 лет, а выглядит почти как студент. Ну ладно, студент-заочник. Вот это я понимаю – омолаживающая сила знаний. Олег Парфинович – преподаватель электроники Белорусско-Российского университета. Серьезный взгляд сменяется улыбкой, когда принимает поздравления с 80-летием. При его бодрости 80 и правда много. Полжизни Олег Николаевич посвятил работе в родном альмаматор. Удивительно, но при таком-то опыте к каждой своей лекции он и сейчас тщательно готовится. Надо собраться внутренне, подготовиться. И так, чтобы эта лекция прошла с блеском, с таким напором, в динамике. И студенты вникают в процесс. Бывает, конечно, отвлекаются. Тогда Олег Николаевич прямо посреди лекции внезапно начинает читать стихи. Говорю, ну, ребята, разные бывают пряточки. Прячется в гогостку, лёж в мелкие правдочки, в крупную ложь. Прячется в лжи заботы, в танце, в футбол, в вино, в рыбалке, анекдоты. Дружба и в вино. Но стыдно кричу я криком. Прятаться даже в природу, даже в бессмертные книги, даже в любовь и заботы. Я знаю, сложна эпоха и трудно в ней разобраться. Но если у них что-то плохо, если у вас что-то не получается, они должны не прятаться, а драться. Драться за знание, прежде всего. Это как бомба какая-то на них бросается. То есть сразу воспринимают преподаватели, то ли они от мира всего. А потом слушает лекцию, не отводя любопытных глаз. Своим студентам Олег Парфинович поотеческий строг, но всегда поддержит нужный момент. Олег Николаевич замечательный человек и просто восхитительный преподаватель со своей уникальной методикой обучения и индивидуальным подходом к каждому студенту. Мне нравится посещать его лекции очень сильно. Олег Николаевич уверен, для студентов главное научиться стойкости. Ну что ли, жалеть их не надо, так? Жалеть не надо. Девчат я жалею, так? Девчат жалею, как правило. Я им перед экзаменом говорю. Значит, девчата, меньше тройки я вам не поставлю. Ну, ради бога, чтобы вам не было стыдно передо мной, так? Ну, вы стараетесь. А ребят нет. Вы ребята. Вы должны быть крепкими. Ну, и я должен быть тоже тогда. Кандидат технических наук, доцент Олег Парфинович, бесспорный авторитет среди коллег. К слову, почти все преподаватели кафедры – его бывшие ученики. До своих 80 лет он еще очень бодр, полон задора, оптимизма. И думаю, что еще на благо нашего города, университета много чего сделает. Свой юбилей, слова поздравлений и благодарности за многолетнюю работу Олег Парфинович получил от ректора Белорусско-Российского университета коллег-студентов. Поздравить любимого наставника приехали и его выпускники. Я тоже был студентом Олега Николаевича. 12 лет назад я закончил университет. Сейчас я его коллега, поэтому я не мог ни прийти, ни поздравить. Я выпускница 2008 года. Мы приехали поздравить Олега Николаевича с его прекрасным юбилеем, потому что он очень замечательный преподаватель. Он помогал нам в научных работах, на дипломном проекте. Я даже немножечко завидую тем, кто сейчас сидит у него на лекциях, потому что он очень классный преподаватель. А сам преподаватель говорит, когда столько лет работаешь со студентами, 80 не возраст. На сегодня у нас все. О самых интересных событиях студенческой жизни Альмамата расскажет ровно через две недели. Мы будем ждать вас в это же время на Беларусь 2. Всем пока! Чао! Какао!